Итак, что касается боевых действий на юге в секторе Газа, армия сейчас разбросала листовки над лагерем Альбурейдж, считается как лагерь беженцев, я уже говорил об этом, несколько лагерей беженцев, Альбурейдж, Нусейрат, Дейр-Альбалах расположены в центре анклава, там не велись активные боевые действия, вот сейчас армия переходит в наступление на этом участке, судя по всему, имея своей целью пройти с востока на запад от границы с Израилем к морю, зачистить эту территорию. Почему это важно? Потому что там местность несколько другая, это не густая городская агломерация газы, это не несколько крупных городов, как на юге, Хан-Юнес и Рафех, например, да, там много очень ферм, полей, фруктовых садов, так называемых пардесов, так мы их называем, и там находилось много ракетных площадок Хамаса. Считается, что оттуда в том числе Хамас обстреливает израильские города. Обстрелов, кстати, вот на момент, когда я пишу эту сводку, пошли вторые сутки, как обстрелов нет, это ни о чем не говорит, то есть вероятнее всего они будут, но тем не менее. И вот сейчас военные постараются эту местность зачистить. Что касается севера, ну он уже практически полностью под контролем израильской армии, под оперативным контролем. Он установлен в Саджаи, это главный опорный пункт Хамаса был на севере и в Джибалии, и в общем в городе Газа тоже. На юге продолжаются там боевые действия в районе города Хан-Юнес, там армия продвигается весьма неплохо и по Рафеху наносят сильные удары, потому что по всей видимости армия будет брать его под контроль тоже. Там был, кстати, момент, ликвидировали трех боевиков в машине точечным таким ударом с воздуха, видимо ракеты из беспилотника. Арабы, естественно, выложили видео в свои соцсети, в которых говорили о том, что это были мирные жители, но на что вот я обратил внимание, в их каналах видео было заблюрено. Они этого никогда обычно не делают, потому что по всей видимости на кадрах не заблюрено, хорошо видно, что там сидят, лежат вооруженные люди, там с какими зелеными повязками, там что-нибудь в этом роде. То есть легко можно было понять, что это боевики, что это террористы. И вот чтобы это скрыть, они это дело заблюрили и рассказывают о том, что это мирные жители. Но, впрочем, это давно известно, любого своего погибшего Хамас рассматривает как мирного жителя, а любого израильского погибшего как военно. Вот такой у них подход. Что касается вот этого туннеля, про который я упоминал в начале, вот видео, это схема этого туннеля. Можно обратить внимание, что он с большим количеством ответвлений, он многоуровневый, он сложный. И израильская разведка сейчас тоже опубликовала такое сообщение, с которого следует вывод, что мы недооценили способность Хамаса к восстановлению и прокладке туннелей. Считалось, что в 2014 году во время операции «Несокрушимая скала» армия уничтожила очень много туннелей, что в 2021 году во время операции «Страж стен» тоже был нанесен ущерб туннелям очень серьезный, ударами с воздуха, ударами артиллерии. Были даже видео, где видно было такие вот улицы газа, провалившиеся вот внутрь, ну то есть рухнул туннель. Но Хамас довольно быстро все это научился восстанавливать, прокладывать новые. И вот эта разветвленность и сложность этого метро газа, да, или метро Хамаса, вот она наводит на мысль о том, что их способность к вот этим подземным работам была сильнейшим образом недооценена. Ну, вы помните, наверное, видео я недавно выкладывал по поводу вот этого вот адского подземелья Хамаса. Это гигантский туннель с огромной глубиной залегания, там до 70 метров в самой глубокой точке, 4 километра длина, там внутри могут ездить машины и так далее. И все это говорит о том, что вот Хамас долго, тщательно и упорно готовился к этой войне. И поэтому одна из задач, ну, она такая как бы, ну, менее важная, чем главная задача. Главная задача уничтожения Хамаса и освобождения заложников. А следующая за ними по важности, это поиск и уничтожение всех террористических туннелей по возможности. Вот сейчас военные этим и занимаются. Возникли тут вопросы к Египту тоже. Египтяне там сейчас активно работают как посредники, пытаясь добиться перемирия, там, прекращения огня и так далее. У нас появились встречные вопросы, каким образом газу смогли наводнить оружием в таких количествах. Потому что через израильскую территорию это было невозможно. По морю практически тоже, но что-то там можно было доставить контрабандой, наверное, да. Под водой, там, не знаю, с египетской территории, там, какие-то отдельные грузы не очень большие. Но основная масса шла через египетскую территорию или через КПП Рафех под видом гуманитарных грузов, которые завозились в газу. Или по подземным туннелям через коридор Филадельфия, участок границы Египет-Газа. Вот это большой вопрос и на него сейчас, видимо, наши потребуют ответа у Каира. Что касается ООН, вот тут приняла резолюцию о том, что в газе, там, в феврале должна разразиться катастрофа, там, значит, все умрут с голоду и так далее. И нужно немедленно прекратить огонь. Нет проблем, сказали в Иерусалиме, мы прекратим огонь. Пусть Хамас сдается, вернет всех заложников и тогда мы прекратим огонь. Не надо никогда забывать, надо сказать, что во всех этих резолюциях не содержится осуждение Хамаса, вот в принципе. Вот сейчас в такой же парадигме действует Россия, да, что нужно там избежать гуманитарной катастрофы. Мы передали 20 тонн там гуманитарных грузов, сектор газа, вот это все бла-бла-бла, что во всем виноваты американцы. Опять там Лавров завел эту пластинку, это лошадь унылая о том, что вот это американцы все спровоцировали. Нет, это не американцы все спровоцировали, это все устроил Хамас, не без помощи своих иранских хозяев и, возможно, не без участия России в этом деле, но это пока не доказанный факт. И поэтому Хамас несет прямую ответственность за все страдания жителей ГАЗа. И Россия, кстати, я напомню, не осудила теракты со стороны Хамаса. То есть ни одного слова осуждения там со стороны Путина, например, не было. Что касается севера, там ситуация обостряется, там усиливаются обстрелы приграничной территории и там сложилась какая-то абсолютно патовая ситуация. Хизбалла стреляет по нам, мы по Хизбалле, у Хизбаллы потери есть, там уже 135, по-моему, боевиков признали они убитыми. Вероятно, их больше, но суть не в этом. Суть в том, что мы в поисках дипломатического решения проблемы требуем, чтобы Хизбалла отступила от границы там на 20 километров за реку Литане. А в итоге отступили пока мы со своих территорий, это по сути, да. Потому что 5-7 километровая зона на севере, вот на израильской территории, совершенно обезлюдила. Там только военные. Военные подвергаются ударам. Вот вчера погиб 19-летний парень, молодой солдат-срочник в результате обстрела. Армия, конечно, там отвечает сильнейшими ударами по Южному Ливану. Но в целом, пока мы эту войну не начинаем, Хизбалла ее тоже не хочет превратить во что-то такое более масштабное, но нужно какое-то решение. И дипломатическое решение не просматривается. Все разговаривают там с нами и разговаривают с ливанским правительством, не понимая как будто совершенно того факта, что Хизбалла это не ливанское правительство. Это абсолютно самостоятельный игрок со своей армией, со своими иранскими хозяевами, с финансированием. Оттуда она не несет никаких потерь и убытков. 100 убитых для них это вообще ни о чем. И в общем и целом, по сути дела, кроме военного решения проблемы, никакого другого не просматривается. Кроме этого, Хизбалла атаковала израильское газовое месторождение Кориш. Оно находится в территориальных водах Израиля. Там стоят газодобывающие платформы. И вот они запустили беспилотник по, соответственно, израильской территории, по вот этой газодобывающей платформе. Но истребитель израильский его сбил. Если этих беспилотников будет много, то будет проблем. Но там, правда, дежурят корабли израильского флота с установками железный купол морского базирования. То есть они тоже способны поражать беспилотники. Но в целом, вот ситуация такая довольно тревожная. И вчера же, впервые с 91-го года, территория Израиля была обстрелена ракетой из Ирака. То есть какие-то в Ираке шиитские ополченцы, тоже, по всей видимости, связанные с Ираком, запустили ракету по израильской территории. И во время пролета в иорданском воздушном пространстве она была сбита силами иорданской ПВО. Со что иорданцам, конечно, большое спасибо. Но сам факт того, что вот в эту войну втягивается все больше и больше игроков. Были два обстрела из Сирии. Большинство ракет упали, правда, на сирийской же территории. Но израильская армия немедленно отреагировала. Атаковала те позиции, откуда были произведены пуски ракет с помощью артиллерии и авиации. И накануне снова бомбили Дамаск. То есть сейчас Израиль активно... Ну, мы как бы не берем на себя ответственность. Израиль не говорит, что это он. У нас она называется ВВС Лихтенштейна. Но, как бы, чего валять дурака-то? Конечно, это Израиль. Так вот, мы бомбили Дамаск и аэропорты вблизи Дамаска и в Алеппу. Два аэропорта есть, которые постоянно подвергаются ударам. Потому что постоянно туда прибывают какие-то грузы из Ирана. Пытаются привозить какие-то грузы из Ирана. Поэтому эти оба аэропорта в Алеппу и в Дамаске практически не функционируют. Там, кстати, бомбят взлетные полосы постоянно. Для того, чтобы вывести их из строя. А чтобы вывести из строя аэропорт, нужно разбомбить взлетную полосу. Что касается хуситов. Тоже очень важный момент. Хуситы уже как бы совершенно вот оборзели. Да, они сказали о том, что они будут атаковать теперь американские корабли. Причем линкоры они сказали. Бэттлшипс. Ну, то есть они все через гугл-переводчик переводили свое заявление на английский. Вот там прозвучало слово линкоры. Ну, не суть. На самом деле, хуситы, как я уже говорил много раз, и отдельное видео было про них, стали большой проблемой. Да, такая ОПГ только с крылатыми ракетами, к великому сожалению, располагается на одной из важнейших судоходных артерий мира. Уже практически все судоходные компании отказались возить грузы через Баппель-Мандепский пролив, кроме, внимание, иранских и российских. Вот российские корабли идут там совершенно спокойно. И это наводит на определенные мысли. Вот, но тут появилась другая информация. Это Wall Street Journal написал о том, что иранский разведывательный корабль обеспечивает хуситам целеуказание для их, собственно, крылатых противокорабельных ракет. Он находится в Красном море. Вот, буквально, коллеги из Wall Street Journal открыли Америку. А то я не говорил еще две недели назад, что без Ирана хуситы ничего бы из себя не представляли. Не было бы у них ни крылатых ракет, ни целеуказания. Тут надо сказать, что в ракетном оружии управление крылатой противокорабельной ракетой является одним из самых сложных таких процессов. Ракете нужно целеуказание. Цель небольшая. Это не город, в который нужно попасть, там, баллистической ракетой. Цель маленькая. Стрельба за горизонтная. То есть цель не видна. Ракету пускают там за 100, иногда за 150 километров от цели. Нужно точно знать, где она находится. Она движется в этот момент. Цель может менять курс, да, может менять траекторию движения. И поэтому нужно четко знать, куда привезти ракету, в какой квадрат, чтобы там уже вот поразить корабль. И понятно, что хуситы, да, племенное ополчение, которое там ездит на верблюдах и жует кат. Этот их такой легкий наркотик, распространенный в Йемене. Ну, ну, конюш понятно, что они сами не могут, не обладают такой квалификацией даже для пусков этих ракет. То есть вероятнее всего даже с территории Йемена этим занимаются иранцы. И целеуказанием обеспечивают тоже иранцы. И вот международная коалиция, вместо того, чтобы взять и потопить этот корабль один раз, да, буквально, занимается какой-то фигней натуральной. Что-то там обсуждает, что-то там принимает какие-то решения, но ничего не делает пальцем о палец. Испанцы, вот уж от кого не ожидали, а может и ожидали, кстати, заблокировали участие Евросоюза, всего Евросоюза в этой коалиции. Испанцы вообще ведут себя просто как последние свиньи, вообще буквально, да, там, выкручивают всем руки, принимают какие-то резолюции. Их премьер нес какую-то чушь в Рафияхе о том, что нужно там нам немедленно прекратить огонь и так далее и тому подобное. Но факт остается фактом, что международная коалиция, которую штаты создали, с ее колоссальными силами военно-морскими, ничего не делает. Единственное, кто там приступил к какой-то деятельности, вот накануне было совещание в этой коалиции, и представитель Франции просто встал, наорал там на всех и сказал, что если коалиция ничего не будет делать, то французы сами будут этим заниматься. И вот французские корабли сейчас конвоируют гражданские суда в Красном море, и что Франция сама, примет сама решение о военном ответе Хусита. Вот, в общем, короче говоря, Хуситы натуральным образом стали гигантской проблемой, и мир по-прежнему совершенно не хочет ее решать. Это совершенно вот невероятная поразительная история. Почему? Хотя казалось бы, ну вот где Йемен с его Хуситами, и где вот эти американские авианосцы там, причем две авианосные группы, амфибийная группа там и так далее. Никто же не говорит о том, что нужно там высаживать на берег морскую пехоту и захватывать этот сраный Йемен, кому он вообще сдался. Просто нужно, ну как бы, уничтожить их инфраструктуру, потому что у Хуситов при всей их примитивности у них есть инфраструктура. Когда у тебя есть ракеты, баллистические, крылатые и так далее, у тебя должна быть инфраструктура. Ее можно уничтожить, склады, пусковые площадки, пусковые установки и так далее, и как бы таким образом разблокировать судоходство в Красном море. В противном случае это все может вылиться в гигантскую проблему, такую планетарного масштаба. Ну, в общем, вот так примерно выглядит ситуация на сегодняшний день. Еще раз перечислю, в Газии идут бои, продолжается операция, армия продвигается там неплохо. На севере Израиля вообще все плохо, вот там продолжается эта странная война в приграничной зоне, и ничего хорошего от нее мы вот не испытываем. Да, у нас 100 тысяч внутренне перемещенных лиц только с север, и Хуситы вот уже просто буквально парализовали мировое судоходство. А мир по-прежнему что-то все чешется и никак не соберется эту проблему решать. Ну, будем надеяться, что в конце концов дойдет, да и решат. Все дело, конечно, в этих долбанных выборах в Соединенных Штатах, в которые все уперлось, вот из-за которых такие проблемы и у нас, и у украинцев, и у всех буквально. Ну, посмотрим, как это все будет развиваться.